И друзьям польским, мне интересует, как был сам механизм передачи собственности на места грамотных. И что в этой связи видят наши эксперты по проясному, который... Когда прематизирована земля. И объект. Кто это? Что касается передачи власти, то есть, как говорится, в таком, грубо говоря, порядке, что новая власть, которую избрана в половине 90-го года, она подготовила список этих публичных зданий, недвижимости, предприятий, которые на их территории исполняли местные функции, которые нужны для исполнятия местных функций. И с этим списком они, насколько я помню, пошли двое годы. Процедура. Процедура была какая-то. Потому что закон говорит, что все имущества, которые нужны, чтобы исполнять их задачи, их функции на этой территории, это переходит на их собственность. Они как коммунальная власть. И они с этим списком, с этим периодиком всех этих предприятий, зданий... Земли. Раз земля, что оказалось, земли, вся земля, вся публичная земля перешла на уровень гмин. Которая не находилась в каких-то других публичных, уже в варшавских, не знаю, предприятиях или там железнодорожных. Вся публичная земля, которая не занята под какие-то другие предприятия, она, публичная земля, переходила на уровень гмин. Если воевод не согласился с чем-то, ну, например, большой стадион, мы говорим, ну, вы там, глядите, у вас большой стадион, но он обслуживает все воеводство, не только ваш городский. Или там был, не знаю, что там такое другое, большое предприятие, которое обслуживает все воеводство. Ну, говорю, например, в Варшаве. Есть в Варшаве большой дурк, или новый стадион, по поводу Евро, но был большой стадион. И мы хотели взять этот стадион как варшавский. А нам, воеводство, говорим, нет, это стадион, который обслуживает воеводство. Или там центр спорта. Был большой центр спорта. Мы говорим, это варшавский, это местный. Он говорит, нет, 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 пока спокойно, это немецкий, он обслуживает у него большие функции, чем только городские, warsшавские, он обслуживает свое воеводство. Потом в 98 году он перешел как собственное воеводство, но городу они его не отдали. Как я говорил, инициатива шла из низу, спиральником, что принадлежит, они все не считают, а воеводство мог с этим, но еще, извините, если не согласился кто-то с воеводой, он мог идти в суд, не на россиянии. Суд, да, потому что суд, остаток, что суд интерпретовал закон. Суд интерпретовал закон, какие доказательства в вашей стране, какие доказательства в вашей стране. И суд решал, возле закона эта функция, этот субъект материальный, служит только и в принципе местной общества или инициативу. Не, разумеется, это правда. А я сейчас предпочитаю, сейчас справедливую следующую экспертиру. Пожалуйста, все, я уже устала руку сижу. Законна статью, конечно, было ограничено, в законе написано. Будет такой особенный закон, как вести все эти законы. И в этих законах, как вести, когда, что, кто. Это очень важно, что касается... В этом принципиальном законе говорилось, только имущество, которое обсудили.